Ежедневно здесь проводились службы в память по погибшему царю. Своего прихода у храма в это время не было, и он находился на содержании государственной красоты. После революции 1917 года, после свержения монархии, спас на храме становится обычным приходским храмом. В 1930 году здание было одобрано у церкви, и в последующие 10 лет здесь размещилось. Сначала выставка, посвященная убийцам царя, затем склады этнографического музея. Было здесь и овощехранилище. Незадолго до начала Великой Отечественной войны храм планировали взорвать, поскольку за зданием не признавали ни исторической, ни культурной ценности. От гибели его уберегло как раз с начала войны. Городников отправили на фронт, а все работы в виде монтажа храма были остальные. Во время войны, во время блокады, здесь размещался морг. Сюда свозили тела погибших горожан. Война не прошла бесследно и для убранства храма. Здание выстояло, разрушено оно не было. Но его фасады были очень сильно посечены осколками снарядов. Самой большой проблемой периода войны стало попадание в свод главного купола, немецкого, сугасного снаряда. Как вы, не разорвавшись и не зацепив мозаику, застрял между перекрытиями. Продлежал он там почти 20 лет. Для того, чтобы снаряд извлечь, в мозаике с изображением Христа сделан дробь. Площадью в 6 метров. Площадь самого свода купола 64 квадратных метров. После войны в целом в мире здесь размещались склады мехвоиновского театра, по вине которого в здании произошел пожар. Можаика находилась теперь вместо нее купея на столпе с черным основанием. Нижний ряд цветов, цветые в красно-зеленый и в зелено-коричневый одеждах. Вот эта мозаика была. От пожара оригинал сильно пострадал, но конкретно мозаика просто осыпалась. Поэтому ее пришлось полностью воссоздать с нуля. Остальные путляники им более столетия. В 1970 году Спас-на-Крани становится филиалом Государственного музея памятника Исаакиевский собор. Начинается реставрация, продлившаяся 27 лет. В 1997 году его вновь открыли для посетителей, но еще в течение 13 лет храм оставался только музей. Лишь с сентября 2010 года были возобновлены службы. Кроме того, здесь проводят концерты духовной музыки, на которые мы вас также приглашаем. Спасибо. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...